В эти минуты в Чебоксарах проходит гала-концерт Всемирного парамузыкального фестиваля. Среди участников, которые представляют Чувашию, ансамбль народного танца «Тандэш». На их репетиции побывала наша съемочная группа. Значит, вы по этой линии, смотрите, вы уходите вперед. Пошли. Идем. Так, а вы выходите отсюда на поклон. Анатолий Попов, руководитель ансамбля «Тандэш», знает, что в номере важны все составляющие. И красивый поклон в их числе. К выступлению участники коллектива готовят чувашский народный танец. За музыку в номере отвечает коллектив «Реветь». Гармонии, балалайки, барабаны, трещотки. Танец исполняется под живую музыку. В «Тандэше» танцуют около 30 детей. У каждого проблемы со зрением. Но это нисколько не мешает выступать, а в некоторые моменты, наоборот, помогает. Помогает то, что я не вижу очень много людей, и меня это успокаивает. Танцы помогают мне развиваться физически и духовно. Еще помогают побороть страх сцены и стать более коммуникабельной. Большинство ребят занимаются в ансамбле много лет, и за это время разучили разные виды танцев. Мой любимый танец – чувашский. Движения тоже очень характерные. Надо показывать побольше, ну, много раз движения. Иногда даже руками показываю, ногами. Все это я показываю. Иногда даже беру спину, например, как надо правильно держать спиночку. Там, например, все показываю руками. Дети трудолюбивые, работают, по много раз выполняют одно и то же. Тем самым они учат танец. Татьяна Леонтьева, Юлия Важенина, Андрей Шоклев. Республика.